Умеется четыре карточки. Знаете, она работает? А, 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 а. А, 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 а. Ну, пожалуйста, если вы знаете, вы скажите, вы видели задачу? Давай, скажите задачу, мы посмотрим, все знают или нет. Так какая задача? Есть четыре карточки. Есть четыре карточки. На первых двух написано, а, а, б. А, 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 б. А, а, а. На третьей и четвертой – один и два. Один и два. И нужно узнать как здесь. Значит, кто подтверждает, ну, потому что есть такая гепозия? В чем состояние эмоций? В проекте карточки мы делаем предположение, которое мы хотим проверить. Какое предположение мы делаем? Какие карточки нам надо перевернуть, чтобы узнать правды, что если на какой-то стороне карточки написано четкое число, то с другой стороны, то с другой стороны, то с другой, то с другой. Вот есть такая тихость из нас. Мы не знаем, что на другой стороне, поэтому мы не знаем, верна она или нет. Но мы предполагаем, что она может быть верна. Мы хотим проверить. Вопрос. Какие карточки их нужно переворачивать? Которые представляют опасность, где не будет, может оказаться неверным для проверки. Какие нет? Ну, вернее, не обязательно. Мы, конечно, можем перевернуть, если хотим. Но которые... Сейчас, давайте сначала те... Не мизируйте, кто это, значит, уже видел когда-то. Юля, у меня есть свидетельство того, что вы ее видели. У меня есть свидетельство. У меня видел. Да. Но я вообще запомнил. Хорошо, давайте тогда сейчас... Видел, видел. Тоже видел. Может, это самое... Прогулялся на этой цели, а ну... Не помните? Ну хорошо. У вас же нет всех записей всех задних. Про него нет, про нее есть. А что, известно, что Юля всегда ходила на всех задних? Нет. У меня есть видеозайм из Италии. У меня есть файл. Прямо... Не до всех... Пишем. Попробуйте сказать, какие нужно переворачивать. Какие именно. Вот скажем эту парточку. Можно переворачивать эту парточку? Можно. Ну, можно. Можно. Можно, безус. Есть ли опасность того, что здесь гипотия нарушается? Есть. Значит, нет. Есть. В каком случае она будет нарушаться? Да. Их с нами согласны. Согласны. Если... С одной стороны. С одной стороны два, а сам с другой стороны – допустим. Согласны. Согласны. Тогда... Ещё то надо переворачивать. Я считаю, что... А, я то скажу. Надо переворачивать. Не надо. Не надо переворачивать. Сейчас, ну так и... Дайте человеку сказать. Надо переворачивать, которая агитна. Есть ли опасность того, что гипотеза, она нарушает гипотезу? Говорят, нам научно говорят, что она является контрпримером. Гипотеза по-английски это congenital. А как будет пример? Экзампл. А контрпример так и будет? Counter экзампл. Но если мы перевернем первую, там окажется трактинг, то вторую карточку тоже не нужно переворачивать. Сейчас, подождите, вторую это еще отдельно делаю. Но можно первая карточка быть контрпримером, что должно быть написано с обратной стороны, чтобы мы... Женя, по сути, это четыре разные задачи. Четвертая карточка как первая отношения не имеет. Гипотеза касается всех карточек. По каждой из них, в принципе, может быть контрпример. Теоретически. Но вопрос, если мы не знаем конкретно, мы уже написано на А. Может ли это быть контрпример? Ну, может. А что должно быть написано с другой стороны? Четная. Четная. Я повернула или благословила. Я говорю, что, например, это на то, что все равно это нарушает. Это слово? Как я делаю конкретно? Да. Если на то есть, если на то есть, то есть, то есть, что не бывает. А если нажать кнопку, то приедет лифт, а вот кнопку не нажали, а лифт все равно приехал, это контрпример или нет? Нет, значит, гипотеза такая, что если четное число, то с другой стороны классная лифт, если нажать кнопку, то приедет лифт, а число оказалось нечетным, а с другой стороны все равно классная лифт. Мы кнопку не нажали, а лифт приехал, произойдет ничего, обещание по работе лифта не нарушили. Да. Ну, а не будем проверять, поскольку, что бы там ни было написано, если это будет четное число, тогда условия будут взяли, если не будет, то... То есть, спроса нет. Как говорит русское народное пословие, слово нет и сюда нет. Харточки, эту карточку проверять не надо. А эту надо проверять? Нет. Надо проверять вторую карточку? Нельзя, не надо. А если с одной стороны решетное, то с другой классная лифт, а? Не надо. А народ считает разные, гипотеза считает, что на душе, или что на душе, или что на душе? Надо один и два переда. Как вы думаете, Жень, надо проверять или нет? Да, потому что есть опасность чего? Ну, что там в голове будет четное число. Вот, допустим, на другой стороне написано четное число. Тогда, эта карточка будет контрпримерно, потому что если одно с одной стороной решетное, то с другой классной. Эту проверять надо. Еще две, проверять надо, а одну. Теперь с третьей карточки. Третью карточку не обязательно переворачивать. Нужно что-то у меня не было написано. Если там глаголская буква, то... Это обязательно, что в заслове написано, что черное. Да. С одной стороны черное число, а есть с одной стороны черное число, а с одной стороны черное число, а с другой стороны оно не черное, поэтому про другую сторону ничего не утверждается. Значит, не надо проверять. Точно не надо проверять? Точно не надо проверять? Точно не надо. Что? Вы считаете, что надо? Да, потому что если там будет черное число, то единица будет глаголская буква. Да, тут есть некоторый подход. В принципе, нам никто не обещал, что одно из главных карточек число, а с другой стороны буквы. Если бы мы знали это заранее, то проверять ничего не надо. Но также есть глаголская буква. Представьте себе, что с другой стороны написано черное число, допустим, шесть. Тогда надо... А, тогда надо... Тогда с этой стороны... Тогда условия не смыкается, потому что с этой стороны, с другой стороны вместо классной буквы написано не пойми чего. То есть, надо проверить три карточки тогда. То есть, реально эту карточку... Понятно, в чем тут проблема. Что если там черное число, то телефон и нарушится. Значит, карточку надо... Надо тоже проверить. Вermать.